Семья Ледневых получила сразу две награды конкурса «Самарская маслена». В семейной категории заняли третье место, а еще одна поделка от детей покорила сердца жюри. Кукла получила гран-при праздничного фестиваля. Авторскую работу ребята передали в школу, где все они учатся. Возможно, этот предмет гордости займет почетное место в музее учреждения и вдохновить других ребят сделать свою маслену в следующем году. Нам ее очень стало жалко, мы подарили нашу школе. Она уже давно в школе, ей все любуются. Дальше что они с ней делать будут, я не знаю, но сжигать точно никто не будет. А в семейной номинации триумфатором стала семья Козловых. Они сделали обрядовую куклу, соблюдая все правила. Не делали лицо, чтобы маслену можно было сжечь, и использовали только натуральные материалы. Очень приятно. Ну, в принципе, мы ждали, что будет какая-то победа. Ну, диплом тоже был хорош. А когда увидели, что мы в списке победителей, обрадовались вдвойне. Так что спасибо большое организаторам конкурса. Конкурс «Самарская маслена» проводили в четвертый раз. В этом году номинация «Семейная» появилась впервые. Приурочено это было к году семьи. Организаторы отмечают, что совместное творчество может по-настоящему сплотить семью и подарить множество приятных эмоций. Они, может быть, распределяют труд, они как-то организуют, они коммуницируют друг с другом. Они там распределяют роли, и кто что создает. И вот здесь в семейной кукле как раз и традиционная, и может быть какая-то компонента. Что-то может быть из современности. В этом общении возникает некая гармония, некий такой диалог, через который можно как раз сжечь все свои ссоры, все свои разногласия, все свои такие вот недопонимания. Всего на конкурс было прислано почти 180 кукол. Жюри выбирало лучших в последний день Масленицы на площади Куйбышева. Лауреатов также отметили в номинациях «Традиционная кукла», «Современный взгляд» и «Эко-кукла». Победители получили дипломы и ценные призы. Андрей Горгуленко, Петр Пламеев. События.